Глава девятая. Мнение Миссис Сталлин. Когда принц остановился подвязан, были уже густые сумерки. Солнце зашло за далекие низкие холмы, оставив белое сияние в западной области неба, а на долины спустились тени. Весь домашний уклад был нарушен, и необходимо было как можно скорее все сделать. Это, конечно же, относилось к Миссис Сталлинг и ее дочери. Ежевика была аккуратно убрана, стол накрыт, ужин приготовлен, потому что мужчинам нужен был горячий ужин, а после ужина и уборки наступило затишье. «Если бы не было так поздно, – сказала Миссис Сталлинг, – я бы взялась сейчас за ягоды, но уже слишком поздно». «Мама, не сегодня!» «Нет, как я уже сказала, сегодня слишком поздно, и я устала. Хотела бы я знать, как люди называют это – работой или развлечением. Если это развлечение, то я лучше буду работать. По мне, так лучше заниматься стиркой». «Чем собирать ягоды?» «Ну да, – сказала Миссис Сталлинг, – потому что тогда бы я знала, когда окончать работу. Если бы солнце не зашло, мы бы все еще работали». «Но ведь ты могла остановиться, когда устала». «Я, дитя, когда вижу перед собой работу, никогда не чувствую усталости. Разве ты не знаешь? И грех оставлять спелые ягоды несобранными. Интересно, почему они растут в таком месте? «С кем ты сегодня была целый день?» «С разными людьми». «Нашел ли тебя Вилл Фландин?» «Да». «Он интересовался, где ты есть, и я ему кое-что намекнула». «Я не знаю, мама, как ты могла знать? Ведь я все время ходила вокруг и между кустов, и часто сама не знала, где нахожусь». «Когда ты этого не знаешь, Диана, остановись и выясни». Миссис Старлинг сидела, вытянув ноги перед печкой, и отдыхала. Диана была занята какими-то мелочами, но тон матери насторожил ее. Или это было ее собственное сознание? Она неожиданно остановилась и посмотрела на мать. Девушка была позади нее, поэтому мать этого не видела. «Тебе никогда не приходило в голову, что ты нравишься Виллу?» Продолжала она. «Мама, Виллу Фландин?» Последовал нечленораздельный утвердительный звук. Диана не ответила и продолжала заниматься своим делом. «Ну?» Продолжала миссис Старлинг. «Я надеюсь, мама, что если это так, то он скоро забудет об этом». «Почему?» «Я не знаю, почему», – со смехом ответила Диана. «Разве только ему понравится кто-либо еще». «Он хороший парень». «Да, неплохой, если судить в общем». «И он будет очень богат, Диана». «Тогда он мне не пара, матушка, потому что я уже богатая». «Нет, дитя, ты не богатая», – возразила миссис Старлинг. «У нас достаточно, чтобы жить, но это все». «А что еще нужно?» «Диана, ты не имеешь в виду то, что говоришь», – воскликнула мать, оборачиваясь к дочери. «Разве тебе не хочется красивой одежды, хорошего дома и мебель по вкусу, и даже слух, которые бы выполняли за тебя работу? Интересно, кто разбирается в этом, если не ты? Разве тебе не хотелось бы богатой кареты?» «Все это, матушка, мне нравится, но оно не на первом месте». «А что же, по-твоему, на первом месте?» «Резко», – спросила миссис Старлинг. «Я бы сказала то, как они мне достанутся». «Ох, я думала, что ты скажешь на первом месте мужчина. Это обычный ответ». Диана продолжала молчать. «А сейчас ты можешь иметь вилла», – продолжала мать. «И это будет для тебя мой выбор». Девушка не отвечала. «Парень сообразительный, симпатичный, у него будет прекрасная ферма и много денег. И он из тех, кто приобретает, а не теряет. И его мать – хорошая женщина. Это одна из лучших семей во всей Плезентвалы». «Я бы предпочла ни за кого не выходить замуж», – сказала Диана, снова усмехнувшись. «Знаешь, матушка, в мире много хороших людей. Я не могу их всех иметь». «А с кем ты была до обеда?» – неожиданно спросила миссис Старлинг. «Ты ушла и оставила меня с группой из Эмфилда. С ними я и была». «Я видела, когда ты вышла из кустов вместе с ними. Что за попуга это, мисс Мастерс? И миссис, как ее зовут, другая, тоже не лучше ее, мягкая, как масло, и такая же скользкая, как они вообще оказались на ежевичном холме». «Предполагаю, они думали, что там будет весело», – ответила Диана с напряжением в голосе. «Не позволяй никому там заигрывать с тобой, Диана Старлинг, если знаешь, что для тебя хорошо». «Где мама?» «Там, в Эмфилде, между Нолтонами». «А что в них плохого?» – спросила Диана, но в ее голосе послышались веселые нотки, которые, возможно, заставили мать насторожиться. Она энергично продолжала. «Бедные и гордые», – ответила она. «Бедные и гордые – и это, пожалуй, самое ничтожное сочетание. Я не возражаю, если у людей есть за что зацепиться. Что ж, напыщенность, естественно, для человеческой натуры. Я все равно могу их простить, потому что у меня тоже есть гордость, как и у них. Но когда у них ничего нет, а они так высоко думают о себе, что касается меня, я бы предпочла держаться от них подальше. Мне неприятно находиться среди них, и если они считают себя уважаемыми, то я их мнение не разделяю. Гертруда Мастерс не лучше воздушного шара, наполненного газом. Она не такая тяжелая, чтобы удержаться на ногах, а миссис, как ее зовут, Дженевив, та скользкая, как угорь, и Эван, просто обезьяна». «Мама, почему ты так говоришь?» «Почему бы ему тогда не побриться, как другие?» «Ну, мама, в армии нос принято носить усы». «Какое ему дело до армии? Он должен быть здесь и помогать своему деду. У меня на него терпения не хватает». «Ты же знаешь, что его послали в военную академию. Конечно, он не может не служить в армии. Это не его вина». Я считаю, что он бы мог бросить, если бы захотел. Но он не такой. Он просто любит носить золотые погоны на плечах, полоски на ногах и блестящие пуговицы, и ходить с распахнутым кителем, чтобы показывать свою белую рубашку. По-моему, когда у людей такие широкие плечи, они должны работать, а не валять дурака. Он только живет в свое удовольствие и смотрит свысока на тех, которые честно работают. «Он доживет до того, что умрет в нищете». «Я не позволю тебе увлекаться таким человеком, Диана. Запомни, я этого не потерплю. Я не допущу, чтобы ты ставила себя выше своей матери и презирала то, как тебя воспитывали. Я хочу, чтобы ты была госпожой в доме Вилла Фландин и владела его землей и деньгами. И ты это можешь, если захочешь». Диана не знала, смеяться ли ей или плакать, и решила не доверять своему голосу. На этом они разошлись по своим комнатам. Но за закрытой дверью плакать больше не хотелось. Разве лунный свет не строился широко и свободно по всем полям, наполняя весь мир тихим сиянием? Так и на душу Дианы снизошло ясное, спокойное сияние от счастья. Не было ни волнения, ни тени и никакого колебания такого полного потока непоразимого экстаза. Все, что не было с ним в гармонии, исчезло. Так бывает при лунном свете. Дневной свет тоже стал слаще. Диана всегда видела его на рассвете, в те лучшие часы дня, когда сила, свежесть, обещания и светлая надежда являются речью и взглядом природы. Сколько помощи теряют люди, которые теряют все это, когда первые лучи солнца, коснувшись гор, расплываются в улыбке, когда утро мягко скрывает покров с предстоящей работы, когда дуновение утреннего ветерка говорит о мужестве или дышит сочувствием. Такое ясное голубое небо, кажется, ждет, когда закончит свои часы только начинающийся день. Диана часто видела это, но она не всегда останавливалась так надолго у окна, чтобы посмотреть и послушать, как сегодня утром. Сегодня было ясное, тихое, прозрачное утро, без малейшего намека на мороз, обещавшее один из тех мягких, золотых, восхитительных сентябрьских дней, которые являются самой зрелостью года. И все же с шесть часов утра только обещали это. Так и ее жизнь. Но дневной свет принес всю силу реальности, а прошлой ночью было только лунное сияние. Диана постояла несколько минут у окна, впитывая все это, а затем отправилась в свою молочную. Увы, голова может находиться в эфире, а ноги в то же время идти по неровной поверхности. Так произошло за завтраком. «Как там свиньи, Джоси?» спросила строго миссис Старлин. «Ну, я не знаю», – прозвучал неопределенный ответ. «Похоже, самый малый из них опережает всех». «Почему это?» – возразила миссис Старлинг. «Что за причина, что другие не растут так быстро, как он?» «Он другой породы, вот и все», – бесстрастно ответил Джоси. «Он будет самым большим». «Ты всех кормишь одинаково?» «Всем наливаю в одно корыто», – проговорил Джоси. «Но что касается еды, я скажу вам, этот поросенок съедает гораздо больше, чем ему причитается, поэтому он и растет». «Они все отстают в росте, Джоси». «Мы их еще не кормили кукурузой». «Но они не такие, как были в прошлогодние в это время». «Не вижу, что я могу сделать», – сказал Джоси. «Я им не мешаю». С этими словами он закончил завтрак и ушел. «Все, о чем он думает, – это его собственная еда. И пока она у него есть, ему все равно, вращается мир вокруг своей оси или нет», – проворчала миссис Старлинг. «Наверное, так бывает с большинством людей, мама. Больше всего каждый заботится о себе». «Это не в моих правилах. Только посмотри, сколько я уже сделала за это утро». А он только поел завтрак и бросил корм для скота. Я сходила в сарай, осмотрела сенокоз, подсчитала зерно в закромах, позаботилась о свиньях. И все это было после того, как я развела огонь, помолола кофе, поставила вариться картошку, накрыла на стол и прибрала в комнатах. «Ты будешь сегодня сбивать сливки?» «Нет, мама». «Они уже давно стоят». «Однако еще не готовы». «Вот в чем ты ошибаешься, Диана Старлинг. И если ты хочешь быть кем-то, кроме бедной женщины, ты должна исправиться. Это только маленькие дырочки в твоем кармане, через которые вытекают деньги, по копеечке за раз, конечно. Но мало-помалу, когда ты начнешь искать доллары, ты их не найдешь и не будешь знать, куда они делись». «Матушка», – засмеялась Диана, «мне не страшно, ведь мы никогда не нуждались». «Ты еще дитя, но когда начнешь подрастать, тут они тебе и понадобятся. Выходи замуж за Вилла Фландин, и они у тебя будут, и тогда можешь сбивать свои сливки, когда захочешь». «Я тебе вот что скажу, Диана, когда твои руки не будут больше такими сильными, как сейчас, начнет болеть спина, и ты почувствуешь, что тебе хочется сесть и помолчать, вместо того, чтобы копаться. Тогда ты поймешь, что тебе не помешает ссунуть руку в карман и кое-что там найти. Как бы я хотела, чтобы у меня сейчас были деньги, которые твой отец потратил на книги. От книг многие с ума сходят. Знаешь ли ты, что сегодня после обеда встреча швейного кружка?» «Я совсем об этом забыла. Лучше я не пойду». «Одна из нас должна пойти». Ответила миссис Старлин. «Я вообще не вижу, как я могу управиться. Но, наверное, придется. Тогда тебе придется печь хлеб, Диана. Вчерашний день меня добил. И что ты собираешься делать с этой вежевикой? Она слишком спелая, чтобы ждать». «Я займусь ею после обеда, мама, не переживай». Так прошло утро. Миссис Старлин вероятно предчувствовала, что с делами Дианы что-то не так. Она не могла сказать, что именно. Но этот тайный страх или сомнение были причиной ее высказываний. И она была очень раздраженной. Все утро Диане приходилось выслушивать и отвечать на рад, возмущений и жалоб. Но она и привыкла к подобным вещам. И без сомнения, у нее было тайное противоядие от раздражения. Оно было свойственно спокойной и милой натуре девушки, которая, хотя и подвергалась нападкам, никогда не раздражалась. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok